Всем привет! Короче, сегодня мини-блогер наш меня зашвырнул, поэтому никакого Цезаря совместного сегодня не будет. У него тут девочки рядом, поэтому не обессудьте, простите, извините, но он сниматься сегодня не намерен, поэтому мы Цезарь откладываем. Что хотела вам показать? Это вообще будет короткое видео, но решила не в шорцах, а так, заснять его. Я снова приготовила этот соус. По поводу него было очень много вопросов, и в комментариях мне посоветовали не заменить, а добавить еще кинзу, что с кинзой будет прямо пушка. Я сделала этот соус с кинзой, поэтому давайте его попробуем. Значит, здесь у меня молодой картофель со сливочным маслом, зеленым луком. Это шпикачка, здесь еще есть люля, но мне почему-то захотелось шпикачку. Вот сардельки я не очень люблю, а шпикачки, они такие жирненькие, мне прям больше нравятся. Тут у меня еще есть овощной салат и различные закуски, они в кадр не войдут, потому что наша с вами миссия попробовать соус с кинзой. Вот. Ну и, конечно же, грешно под это все, да, как бы, все это не шлифануть. Естественно, это лимонка. Тут что-то я смотрю, не особо видно, что это лимонка, но это она. Поэтому давайте выпьем и затестим наш соус. Давайте с картошкой его, что ли, затестим. Прямо сразу чувствуется кинза. Чего боялась я, что кинза перебьет, ну или не будет сочетаться с красным базиликом. Это предрассудки. Прекрасное сочетание. Правда, очень-очень вкусно. Поэтому, короче, к тому рецепту можно смело добавлять еще и кинзу. Я не меняла кинзу, петрушку на кинзу. У меня вообще не было сегодня укропа. Поэтому здесь та же основа майонез, кетчуп, аджика, горчица, чеснок. А из зелени у меня сегодня тут зеленый лук, кинза, петрушка и красный базилик. Идеально. Спасибо тому, кто написал. Правда, очень вкусно. Если кинзу вы не любите, не добавляйте ее, сделайте по тому первому рецепту. Это тоже вообще бомба. Блин, горяченое все такое. Я еще вилку не взяла. Все ждут. Вчера я ждала, пока все поедят и разойдутся. А сегодня меня все ждут, пока я сниму. И можно будет, ой, сесть за стол. Ходили мы вчера на пляж, на Дагомысский, который платный. То есть бесплатный здесь я показывала его уже. Мы ходили вчера на платный. Он еще не работает. С первого числа начнет он свою работу. Вот. Я его поснимала, но решила, что нет смысла выкладывать, когда они начнут работать, когда запустят бассейн детский, игровой, ну, чтобы вот прямо оно как все есть заснять. Тогда и выложу. Поэтому ничего не стало добавлять сегодня в видео. Слушай, ну, спекачки на мангале это вообще. Даже мяса не надо. Ни мяса, ни курицы. Саша вчера ходил на рыбалку. Ну, тут прям недалеко. Кроме мальков никого там не оказалось. Но он их, короче, ловил на хлеб. Ничего не клевало там нигде. И он уже просто, значит, сидел и удочкой туда-сюда. Я говорю, ты что, говорю, делаешь? Он говорит, ну, я думаю, может, они замучаются. Что, типа, какая-нибудь из них психанет и решит, да лучше пусть меня зажарят, чем я вверх-вниз буду еще раз, типа, плавать за этим хлебом. Я говорю, ты, короче, их доводишь, да, это до суицида. Надо, чтобы они сами решили к тебе на удочку запрыгнуть. У нас испортилась погода. Вчера радовались, радовались. У Саши сегодня единственный выходной. Мы собирались вообще, ну, снять с Макаром, короче, мукбанг с Тезарем и пойти вообще весь день абсолютно проваляться на пляже. С утра был дождь. Ну, и вообще, сейчас сколько? 23 градуса показывает. Ну, и пасмурно, короче, и ветерочек такой был сегодня. И если уж здесь, ну, ветер, хотя мы сидим, ну, в принципе, в закрытом таком пространстве, мы ходили сегодня не гулять в центр Догомыса, ветрено, то на море-то там бы вообще сдуло. Потом у нас появилась мысль, когда дождь закончился, съездить на пикник. Я все хочу вам показать, снять одно обалденное место здесь на густье горной реки. Прям там можно, ну, как бы приезжать туда на пикник абсолютно бесплатно. Это единственное место, я о нем уже говорила. Хотела вам заснять, показать, какие там виды, водопады. Блин, ну, там вообще просто, вот сказка. Прям вот как будто бы ты в сказке, в общем, в бесплатной. То есть мы вот с собой возим стол, стулья, мангал. Вот, все, как бы там это организуем. Хотели съездить туда, но тоже поняли, что, во-первых, у нас стол и стулья в Сочи дома. Вот, ну, и во-вторых, опять же, погода, как бы дождь, он то идет, то не идет. То есть, ну, пока ты там соберешься, пока ты доедешь, есть вероятность того, что снова дождь пойдет. Поэтому мы поехали и решили все это сделать дома. Поэтому давайте за воскресенье, за хорошую погоду. Надеюсь, что она скоро опять возобновится, потому что я все-таки хочу загореть. А, 1 числа, кстати, у нас день города, день города Сочи. Тоже обязательно сходим с вами куда-нибудь погуляем. Планируется много вообще там мероприятий. Ой. Планируется много мероприятий. Вот, куда-нибудь сходим, что-нибудь сниму. И вам обязательно покажу. Я все жалею, что на какой-то праздник, я не помню на какой, на этой, на набережной. У нас здесь есть местная кондитерская, ваниль называется. Они делали торт. И на, ну, возле морпорта его резали, раздавали всем, короче, желающим. Этот торт занесли в Книгу рекордов Гиннеса. И вот я, а мы были в Дагомысе. И, короче, я не знала о том, что такое мероприятие проходит. А то так бы я тоже съездила бы, подзасняла. Вот, поэтому, чтобы не пропустить, я тоже просмотрю, где что будет проходить. Мы съездим с Макаром погуляем. Потом снимем Макбанк. Вот, какая любовь к девочкам. Посмотрите, время 5-10, ну, 17-10. Я ем первый раз за сегодняшний день. Макар еще с утра ничего не ел. И ни в какую. Зову его? Нет. Нет девочки. Какой ей не есть, ни пить, ни спать, ничего не надо. Только девочки исключительно. Поэтому ребенок не ест, не пьет. Гуляет. Если честно, мне с кинзой сейчас нравится даже больше, чем без нее. Потому что я люблю кинзу. Хотя раньше мне казалось, что это вообще клопыш. Она пахнет клопами. И есть ее невозможно вообще. А потом как-то втянулась. Я сначала полюбила хинкали. А в хинкали как раз идет большое количество перекрученной кинзы. Мне понравилось. А потом как-то и свежая пошла. Раньше у меня от одного запаха, ну, вот прям чуть ли не до рефлекса определенного происходило. А сейчас нет очень вкусных. Очень-очень хорошо. Так, давайте последнюю картошечку. Вот. Поэтому, в принципе, речь у нас с вами сегодня была о соусе. Вот. Что, да, можно с кинзой. Поэтому на сегодня все. Простите, что так недолго. Люди ждут, тоже есть хотят. Поэтому большое спасибо, что смотрели. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok